Машинное обучение ранжирования В целом про списочный подход, то есть про третий пункт, которого мы не касались на первой лекции Рассмотрим его в некотором смысле с такой интуитивной позиции Вы поймете, почему там интуитивная позиция Потому что осознать его за одну лекцию, что там происходит, это достаточно непросто И поэтому на интуитивном уровне мы обсудим списочный подход и те идеи, которые там используются Ну и в конце по традиции будет баянчик Баянчик на тему того, как мы, собственно, сами думали обучаться на кликах Ну то есть есть на самом деле немалое количество работ, посвященные этой тематике Причем они, условно говоря, где-то начинаются с начала 2000-х годов Ну и в принципе там по сей день в каких-то количествах выходят Но вот этот рассказ будет как бы скорее отсебятина То есть это про то, вот как мы думали над этой задачей, как мы подходили к ее решению Соответственно, чего мы там добились Ну в общем, вот про это все Давайте по традиции начнем с напоминания Какую задачу мы пытаемся решать? У нас, соответственно, есть множество запросов Этим запросам соответствует... Каждому из этих запросов соответствует какое-то количество документов Значит, у нас есть типа специальные люди, которых обзывают асессоры И которым иногда платят деньги Которые, соответственно, по каждому запросу документам ставят оценки Соответственно, чем более релевантен документ с точки зрения нашей асессорской инструкции Тем выше как бы оценку получает документ в рамках этого запроса И, соответственно, мы всегда должны помнить, что все оценки документов, которые у нас существуют Они валидны только в рамках одного запроса Поменяли запрос, соответственно, как бы там... Не знаю... Была у документа там оценка пятерочка Соответственно, по другому запросу мы ничего про него сказать не можем Соответственно, нам нужно это оценивать заново И понимать, соответственно, какой документ лучше, какой документ хуже По запросу мы, соответственно, тоже можем, только сравнивая какие-то документы в рамках этого запроса. Вот. То есть такое отношение частичного порядка у нас по факту получается между документами. Так. Вот. Значит, какую функцию мы оптимизируем и чего мы пытаемся добиться? Соответственно, вот в прошлой лекции мы в качестве такой вот оценки качества ранжирования, метрики качества ранжирования выбрали 10G. Соответственно, и с чем мы столкнулись? Мы столкнулись с тем, что напрямую, соответственно, вот так просто взять и пооптимизировать 10G мы не можем. Но мы можем это сделать по-другому. То есть мы можем ввести какие-то гладкие аппроксимации для нашей метрики 10G, и оптимизируя их, мы как бы будем оптимизировать ее. Вот. То есть почему нет? Вот. Рассмотрели, значит, три подхода, которые позволяют нам это делать. То есть, ну, на самом деле, рассмотрели два, про первый, про последний упомянули. То есть мы поговорили про PointWise подход, где мы обучались на отдельных каких-то примерах, на отдельных точках. Мы поговорили про Pairwise подход, где мы обучались на парах документов в рамках запросов. Вот. И сказали, что существует такой вот подход ListWise, который как-то предлагает оперировать непосредственно ранжированными списками. Вот. Давайте с вами вспомним, мы с вами обсуждали на прошлой лекции, какие недостатки есть у PointWise и Pairwise. Ну, то есть, почему нельзя ограничиться ими? Зачем нам какой-то ListWise? Может, ну, нафиг? Вообще, почему просто PointWise нельзя? Ну, казалось бы, вот, там, предсказываешь ассенсорскую оценку и предсказываешь. Все же круто. Pairwise сложности возрастает. Pairwise сложности возрастает, да. Давайте пользоваться PointWise. Зачем нам возрастающая сложность? Глупости — это все. Мы не сравниваем документы между собой. И что? Почему это плохо? Для PointWise, он не учитывает, короче, порядок мест. То есть, у нас будет маленький лосс, но он, например, в самом лучшем моменте и в конце. Да, есть такой косяк. Это правда. Да. Если мы оптимизируем, например, среднеквадратичную ошибку, то маленькая среднеквадратичная ошибка не гарантирует, наверное, правильный порядок. Еще была проблема. Вот, когда мы пытались, например, как задачу классификации решать PointWise. Это не понятно, как это было? Ну, типа, да. В рамках одного класса непонятно, как что-то поранжировать. Все правда. А что насчет Pairwise? Кроме возрастающей сложности. Насколько сложности-то возрастает, кстати, относительно PointWise? А до этого было? Да, да, да. Все так. Там единственное, нужно, конечно, понимать, что все-таки мы там пары в рамках одного запроса смотрим. Но если запрос один, то по факту да. У вас из линейной зависимости получилась квадратичная. И это, в общем случае, не гуд ни разу. Вот. Что еще? Недостатки у Pairwise какие? Ну, они делают различия между ценками. Ну, в плане переостановки, там, первого, второго, девятого, десятого, фейеррайс. В общем, наверное, одинаковые. Ну, мы там говорили про... Про костыль, который вкручивают люди для того, чтобы такого не было. Типа у нас был лямбда рамка. Там была дельта, ndcg. Ну, а вот и так. Нет, там что-то определенно было не здорово. И я вам отдельно даже показывал слайд, что именно там не здорово. Давайте вспомним. Где две выдачи, ну, два отрядка выдачи было, и там две перестановки, и хочешь, получала больше скорости, да? Да, да, да. Вот Владимир ближе к цели. То есть мы должны понимать, что если, например, у нас сильно дезасет несбалансированный по количеству документов в рамках запроса, типа по одному документу, я не знаю, у нас там типа 5 результатов, по-другому у нас 100-500 результатов. Ну, сравните просто количество пар как бы в одном месте и в другом месте, с учетом того, что там как бы квадратичная зависимость. То есть, понятное дело, что алгоритм аранжирования, он будет пытаться оптимизировать как бы вот это вот большое количество пар в рамках второго запроса, а на первый фактически, ну, забьет как бы и будет там по остаточному принципу с ним работать. Вот. Поэтому, конечно, это не торт, и в общем случае как бы хочется как-то что-то сделать лучше. Вот. Ладно, хорошо, об этом поговорили. Соответственно, давайте перейдем, наверное, к материалам нашей сегодняшней лекции. Поговорим сначала про такой алгоритм, как ET-ранг. Значит, в двух словах, что такое ET-ранг и почему я вам о нем рассказываю. Соответственно, чем как бы известен ET-ранг? ET-ранг известен тем, что это алгоритм победителей конкурса Yahoo Learning to Rank Challenge 2011 года, которая там, одна из дорожек, короче, была выиграна вот этим алгоритмом. Значит, соответственно, статью, ну и сам алгоритм придумали в Яндексе. То есть это как бы интересный кейс. До этого я вам рассказывал про какие-то алгоритмы, которые придумали как бы не у нас в стране. Словно говоря, этот алгоритм придумали у нас в стране, поэтому здесь можно как бы начать гордиться со своей страны, короче. То есть типа отечественные пацаны что-то могут в этом, в бранжировании. Так, значит, этот алгоритм, он относится к категории Pairwise алгоритмов. Соответственно, оптимизируется в нем вот такой вот LOS. Это, собственно, попарная энтропия между парами документов в рамках одного запроса. То есть, ну, нотация более-менее понятна. И здесь дополнительно W и ЖИТО обозначает типа вес. То есть каждая пара, она в общем случае имеет какой-то свой вес. Вот. Что еще нужно сказать про эту штуку? Про эту штуку нужно сказать то, что она на самом деле внутри себя использует как бы несколько интересных идей, про которые мы сейчас говорим. И в частности, она использует учет, скажем так, косяков асессоров. То есть, условно говоря, мы с вами говорили, что можно на самом деле с асессорскими оценками работать типа по-разному. Можно, например, там, условно говоря, тратить больше денег для того, чтобы получать более достоверную асессорскую оценку. Ну, типа мы вот можем там, не знаю, ни одного человека спросить, как там по запросу ВК, там, ВК.com, это как бы хорошая страница или нет. А можем там, не знаю, три человека спросить, пять человек спросить. В общем случае, чем больше как бы человек мы спросим, тем с большей уверенностью мы сможем сказать, что это действительно хороший там документ по данному запросу. Можно, соответственно, поступать по-другому. То есть, если вы знаете, например, насколько у вас правильно асессор составит оценки и какие оценки, условно говоря, каким оценкам можно верить с большей долей вероятности, с каким оценкам можно верить с меньшей долей вероятности, то, соответственно, вы можете на самом деле это заучитывать как бы при построении модели. Ну, давайте, собственно, посмотрим, значит, чего это дало ребятам в 2011 году. Ну, значит, сейчас мы с вами начнем немножко страдать. Ну, в том плане то, что у нас сегодня лекции, в принципе, будет вот из таких слайдов преимущественно состоять. Но вы не пугайтесь, я вам как бы их буду, условно говоря, пояснять. То есть, то, что будет касаться листва из подхода, там я вам буду это на интуитивном уровне рассказывать. Здесь пока как бы ничего сложного нету, здесь давайте просто поговорим о том, значит, как можно на самом деле немножко по-другому взглянуть на те методы, которые мы, например, рассматривали в прошлый раз. То есть вот рассмотрим сейчас тот вывод, который используется в эти рамки и сравним его, например, с лям-дорамком, который мы видели на прошлой лекции. Итак, у нас есть попарная кросс-энтропия. То есть это лосс-функция, которую мы, соответственно, пытаемся пооптимизировать. Давайте возьмем от нее дифференциал. Соответственно, если мы это посчитаем, получим вот такое вот выражение. Здесь что интересно? У нас здесь присутствует как бы сумма по-прежнему по всем там парам документов в рамках одного запроса, значит, вес, помноженный на вот такую вот скобочку. В скобочке стоит разность между двумя предсказаниями, которые дает наша функция ранжирования, помноженная на вот такое вот, ну типа, softmax выражение. Вот, введем некоторые обозначения. То есть обозначения, собственно, ну, условно говоря, вот этой первой части и вторая часть вот, которая про softmax. Вот, и теперь что мы сделаем? Мы попробуем найти минимум этого выражения при условии того, что у нас вот эта вот штука, она типа будет константой. Значит, соответственно, то, что у нас стояло тут под скобками, мы расписываем как бы вот в таком вот виде и говорим, что на самом деле у нас минимизация вот этого всего выражения, она эквивалентна вот такой вот минимизации. То есть у нас здесь, смотрите, мы, грубо говоря, от какого-то скалярного произведения между двумя выражениями, да, ну то есть что у нас тут было? У нас тут было, ну, фактически скалярное произведение между вектором у, да, ну, если считать вот там размерность у, там, т, и вектором а. Вот, соответственно, мы это свели вот к такому вот выражению. Теперь смотрите, что мы с ними делаем. Вот. Подставляем, вводим дополнительное обозначение, то есть отношение Y к K у нас, соответственно, обозначаем через лямбда. Получаем, соответственно, минимум нашего функционала, соответственно, по параметрам лямбда и изменение функции ранжирования, собственно, которую мы оптимизируем, которую мы меняем на каждом шаге обучения и которая должна приводить к минимуму нашей попарной кросс-энтропии. То есть мы из вот этого выражения, из вот этого вот выражения, смотрите, к чему мы пришли. Мы пришли вот к такому выражению. И теперь, что здесь как бы интересно и на что стоит обратить внимание, мы получили на самом деле задачу регрессии, ну, все видят, что это задача регрессии, только не для отдельных как бы пар точек, а для разностей, вот этих вот. Видите, да? Окей. Теперь, ну, к примеру, выбирается, условно говоря, лямбда равно 1. Получаем непосредственно задачу регрессии для разностей пар предсказаний. Теперь, смотрите, вот если сравнить то, что у нас написано вот тут вот, с тем, что мы как бы писали в прошлый раз, то есть если сравнить это все дело с лямбда рамка, мы увидим на самом деле, что вот эту вот штуку, вот эту вот штуку можно как бы приближенно оптимизировать следующим образом. То есть мы можем явно выписать выражение для, соответственно, отдельного превращения предсказания функции для и этого документа и для жидого документа. То есть на самом деле вот то, что делает лямбда рамк, то, что делает лямбда рамк, он делает такой типа титерский хак. То есть они говорят, что мы не будем как бы решать эту задачу для пар, давайте это сведем к традиционной поточечной задаче. То есть мы хотим предсказать то превращение, которое нам нужно дать для предсказания каждого документа, чтобы в целом как бы наша целевая функция уменьшилась. Вот. Вот. Это то, что делает как бы лямбда рамк. То, что делается в ети рамке, соответственно, тут делается по-другому. Тут говорится, что давайте эту задачу как бы сразу решать для пар. То есть вот для вот этих разностей. Давайте не будем вот вводить вот этот вот костыль эдишен, не будем пытаться вот здесь вот решать задачу как бы средней квадратичной, ну, задачу регрессии для каждой точки отдельно, давайте непосредственно ее решать как бы для разностей. Почему нет? Соответственно, каким образом это предлагается делать? Давайте как бы вспомним такую вещь. Вот. Если мы как бы работаем с деревьями решений, то на самом деле что мы можем сказать? Мы можем сказать, что вот эти вот разности между парами документов по запросу, они определяются теми значениями листьев, в которые, соответственно, наши документы непосредственно попадают. То есть нам на самом деле нужно построить такое дерево, которое будет давать минимум вот такого функционала. Согласны? Ну, то есть ничего сложного нет. А теперь как бы давайте посмотрим вот на это выражение целиком. Ничего оно вам не напоминает. То есть на самом деле вот мы хотим вот минимизировать вот эту штуку по вот этим вот параметрам. То есть по большому счету перед нами есть не что иное, как там классическая квадратичная форма, которую вы можете там помнить по курсу, видимо, либо математического анализа, либо линейный алгебрит, ну, как бы первого года обучения. Вот. Как эту штуку решить? Как найти минимум вот этой фигни? То есть на самом деле есть метод наименьших квадратов, который дает нам непосредственно явное выражение для минимума вот этой квадратичной формы. Его можно записать вот в таком вот виде. То есть мы на самом деле теперь знаем, вот в данный конкретно исторический момент мы знаем, какие значения в листьях у нас должны быть для того, чтобы, соответственно, у нас получилось оптимально, чтобы у нас, как это правильно выразиться, то есть чтобы мы на каждом шаге нашего обучения, соответственно, наиболее оптимальным образом доставляли бы минимум того целевого функционала, который мы оптимизируем. Ну, то есть в нашем случае это попарная кроссантропия с весами. Вот. Теперь то, что касается второго изменения, то, что как бы в эти рамки предлагается. В эти рамки предлагается, соответственно, еще дополнительно учитывать вот те косяки ассессорских оценок, которые, собственно, люди совершают. Вот эту табличку я вам на самом деле в прошлый раз показывал. И мы с вами на нее смотрели и как бы поняли, что да, особенно вот для, например, ситуации с точным ответом, у нас очень часто наблюдается тот факт, то, что оценки, ну, ассессорские оценки, они как бы не совпадают. То есть по факту мы не можем уверенно говорить о том, что если ассессор там поставил оценку четверка, то это действительно оценка четверка. То есть такому факту можно верить там с вероятностью 32%. Вот. Поэтому предлагается, соответственно, вот эту вот информацию, как бы информацию о вот этих косяках ассессоров, ее заучитывать как бы в модели, непосредственно при оптимизации. Для этого делается следующий хак. Значит, давайте определим веса для пар документов, как, соответственно, вот такая вот штука, такое выражение. Что это за выражение? На самом деле это мат ожидания того, что, условно говоря, те ассессорские оценки, которые ассессоры поставили для этих двух пар документов, они действительно гарантируют нам, что данный документ должен стоять выше, ну, точнее, итый документ должен стоять выше, чем житый документ. То есть мы по всем, как бы, комбинациям возможным, которые у нас есть, точнее, по всем оценкам, по всей шкале оценок от 1 до 5, значит, суммируем произведение вот таких вот вероятностей, где L-ИТ, L-ЖИТ, а это как раз те метки, которые ассессоры поставили для ИТово и ЖИТово документов. Таким образом мы, как бы, получаем, как бы, мат ожидания того, насколько мы можем действительно считать, что ИТО-ПАРА лучше, ИТО-ДОКУМЕНТ лучше, чем ЖИТО-ДОКУМЕНТ. То есть вот с такой вот, с такой вот листикой, как бы, с добавлением такой информации, мы получаем, соответственно, вот такие вот результаты. То, что здесь, на что здесь стоит обратить внимание? Здесь забавно, что среднеквадратичные ошибки вообще не видно. Ну, вот МЦЕ, это, условно говоря, это point-wise подход. Вот то, что мы рассматривали, типа, на прошлой лекции. То есть это вот самое, ну, просто решение задачи эгрессии. И, то есть он идет тут, условно говоря, где-то вот тут вот. То есть вам тут даже его почему-то не видно, к сожалению. Вот, но знаете, что он тут есть? Вот. А теперь то, что касается всего остального, то, что нас интересует. Вот, например, результат лямбда ранка, который мы тоже обсуждали на прошлой лекции, это, соответственно, голубой вот этот, ну, точнее, не голубой, а синий график. То есть видно, что он, как бы, работает, он неплох, но на самом деле, как бы, это не топовый результат, как бы, на этом графике. Вот. А что нам дают, условно говоря, предложенные эвристики в эти рамки? Предложенные эвристики в эти рамки нам дают, на самом деле, вот этот зеленый график и вот этот красный график. То есть зеленый график, он как раз про то, соответственно, что будет, если мы вот добавим вот эту вот логику с лучшей аппроксимацией градиента. То есть если мы не будем раскладывать задачу непосредственно для оптимизации исключительно, ну, то есть не будем сводить задачу к поточечной, то есть не будем определять, насколько нам нужно, условно говоря, поправить функцию ранжирования в отдельной точке для того, чтобы на каждом шаге обучения минимизировать попарную кросс-энтропию, ну, тот функционал, который в этой задаче мы, как бы, хотим минимизировать. Ну, фактически это минимизация количества неверно ранжированных пар. Вот. И, соответственно, то есть видно на самом деле, что вначале этот метод он проигрывает, то есть он, как бы, сходится формально медленнее. Если вы, например, будете у себя на ноутбуке его запускать, то есть, скорее всего, вы увидите, что он проиграет, потому что, ну, вот тут вот показана отсечка, при каком количестве деревьев, условно говоря, мы получаем, как бы, профит. И видно, что вот основной успех, он начинается, условно говоря, там, после 3000 деревьев. То есть мы с вами такого, как бы, не строили. Ни на каких этих, ни на каких экспериментов. Ну, и, соответственно, вот YETI ранг, который дает, условно говоря, наибольший профит, это, соответственно, красный график, это, соответственно, вот тайвристика с лучшей аппроксимацией градиента, плюс дополнительно учет вот этой вот косяков асессоров. То есть вот такой вот алгоритм. Это статья, условно говоря, победителей, ну, скажем так, победителей второй дорожки последнего крупного конкурса по ранжированию, который был вот в 2011 году. Павел, что-то хочешь спросить? Ну, смотрите, Павел, тут как бы логика такая. То есть мы выбираем, к примеру, лямбда равно единице. Нам, на самом деле, ничто не мешает, в общем случае, как бы выбрать его каким-то другим и получить немножко, как бы, другую модификацию алгоритма. Понимаете, да? Короче, это параметры? Ну, по большому счету, да. То есть здесь просто уже дальше, как бы, получается более красивое выражение, с которым удобнее работать. Просто если эту лямбду как бы тащить, ее можно, на самом деле, вот, как бы решать оптимизацию еще и по лямбде дополнительно. Но можно этого не делать. А что это дает? А, это хороший вопрос. Я, как бы, не знаю, в статье не написано. Там как раз вот и дается вот этот пример, да, что, типа, возьмем лямбда равно единице, у нас все будет работать. Ну, как бы, почему нет? Тут, как бы, больше фишка про то, что вот в этом месте, вот в этом месте, мы, на самом деле, можем решать непосредственно вот эту задачу регрессии, а не переходить вот к этой задаче, когда мы пытаемся для каждой точки решать задачу регрессии. То есть и профит вот за счет вот этого, за счет того, что мы решаем, как бы, задачу формально для пар. Окей. Ну и вообще вам для общего развития нужно понимать, что как, условно говоря, выводить вот эти вот все формулы, откуда что берется, и, соответственно, как можно, в принципе, подходить к решению задачи, какая связь, например, между тем алгоритмом, который мы рассматривали на прошлой лекции, и какая связь вот с этой штукой. То есть вот как, откуда вообще лямбда ранг, он, условно говоря, у авторов лямбда ранга появился. То есть исходя из каких вот, из какой мотивации, из каких предположений, соответственно, получились те формулы, которые вот мы с вами смотрели там в прошлый раз. Так, ладно, давайте теперь перейдем к не менее, значит, замечательной части нашей сегодняшней лекции, которая называется попарный подход. О, точнее, списочный подход ListWise. Для того, чтобы начать про него говорить, давайте ответим на такой вопрос. Что нам мешает NDCG оптимизировать напрямую? Ну, недифференцируема. Да, а что именно там недифференцируема? То, что недифференцируема. Попарный. Ну, то, что у нас там точки, это перестановка. Так. Расстояние между перестановками не может быть бесконечно малым, конечно, сколько прислодней стоит. расстояние между перестановки не может быть бесконечно мало нет там скорее а мы же чего хотим для того чтобы нам условно говоря взять производную нам нужно чтобы чтобы малым изменением как бы вакси соответствовало мало изменения в игреке так да это это как бы скорее не эта проблема проблема стал да потому что условно говоря мы когда наблюдаем то есть мы например не сильно меняем функцию ранжирования но при этом у нас ранг который получает какой-то документ он там становится чуть больше чем ранг там другого документа и это может дать там буст вскор условно говоря если эта перестановка в топе там какой-то космический что у нас был там типа индии g где-то в районе там 06 08 например то есть это нужно понимать конечно что то есть свойство гладкости тут нарушается окей соответственно что что еще нужно отметить что на самом деле как бы проблема с оптимизации этой штуки она заключается в том что параметром является на самом деле та сортировка которая задается нашей функции ранжирования и как раз проблема в том что мы не можем взять производную по сортировке мы не можем подифференцировать сортировку поэтому нам нужно как бы изобретать какие-то альтернативные способы как нам с этим жить вот давайте мы теперь поговорим про то как с этим живут люди которые занимаются списочным подходом в ранжировании и значит сегодня мы с вами на интуитивном уровне рассмотрим три алгоритма которые в общем случае как бы используют несколько разную логику как можно подходить к оптимизации непосредственно целевой метрики как можно подходить к оптимизации 10g вот как бы первый подход который называется софт ранг он предлагает каким-то образом сгладить нашу замечательную 10g и соответственно оптимизировать уже вот этот сглаженный какой-то функционал одаранг предполагает использовать ну как как любое ада что-то он предполагает использовать бустинг вот ну тоже посмотрим как как это будет наверно это будет самая простая часть из того что мы из того что мы сегодня увидим и последнее это листнет это соответственно мы опять будем пытаться заменить собственно и 10g на какую-то гладкую функцию оптимизация которой давала бы нам фактически оптимизацию нашей целевой функции вот при этом не будем забывать что во всех вот этих методах мы будем работать с перестановкой давайте начнем софт ранга значит в чем идея софт ранга где заключается в том чтобы по большому счету нам из какого-то статичного предсказания позиции документа на как ну то есть позиции на котором будет стоять поскольку вот мы сказали что как бы проблема с тем что мы не можем оптимизировать непосредственно 10g и 10g а заключается в том что как бы сортировка она является не дифференцируем мы не можем продифференцировать сортировку поэтому соответственно как бы а что такое сортировка это на самом деле вот детерминированная постановкой нашей функции ранжирования документа там на какую-то позицию то есть это тот ран который возвращает наша функция ранжирования и упорядочивания соответственно всех документов по этому ранку она как бы и дает ту самую сортировку которую которую в итоге но условно говоря, там получается отсортированный список, который получается на нашей функции ранжирования. Поэтому, соответственно, хочется от детерминированного, какого-то фиксированного порядка перейти, условно говоря, к какому-то, к какой-то вероятностной постановке, чтобы у нас позиция документа не была фиксированной. То есть мы хотим ее каким-то образом сгладить. Вот, соответственно, идея софтранка заключается в том, что давайте вместо того, чтобы непосредственно считать, на какую позицию встанет документ исключительно по ранку, давайте, соответственно, это заменим вот на, точнее, позицию, на которой встанет документ, будем определять через вот такую штуку. То есть мы как бы возьмем вокруг вот той самой нашей позиции, которую мы получаем, то есть то, что вернуло, тот ранг, который вернула наша функция ранжирования, и сгладим ее, условно говоря, при помощи гауссианы. То есть, соответственно, что мы в итоге получим? Если у нас изначально было детерминированные позиции для документов, то есть вот наша функция ранжирования возвращала, условно говоря, документы в одном порядке, и мы получали, соответственно, что первый документ, он имеет наибольший ранг, он поэтому встает на первую позицию, документ, который имеет второй ранг, он встает на вторую позицию, третий встает на третью позицию. Все как бы хорошо, все понятно. Теперь, соответственно, когда мы перешли к нормальному распределению, причем центр этого нормального распределения, он как раз в предсказании нашей функции ранжирования, плюс некоторая дисперсия. Дисперсия является параметром алгоритма в общем случае. Таким образом, мы из как бы фиксированных, детерминированных позиций для наших документов получили, на самом деле, вероятность распределения на этих самых позициях. То есть, понятное дело, что теперь с некоторой вероятностью каждый документ может оказаться либо на первой позиции, либо на второй, либо на третий. Окей. Теперь делаем фишку, которая очень похожа, на самом деле, на то, что мы делали в попарном подходе. Нам в общем случае хочется понимать, с какой вероятностью id-документ окажется лучше, чем житый документ. Для того, чтобы это определить, нужно определить вот такие вот вероятности, то есть π и житый, определяются они вот через типа вот такой вот интеграл, то есть это по свойству нормального распределения. В общем, ну, то есть смысл в том, что мы можем вот эту вот вероятность, которая определяет того, что id-документ окажется лучше, чем житый документ, согласно нашей функции ранжирования, определить вот такой вот явной формулой. И теперь, как бы, задача состоит в том, что нам нужно для того, чтобы непосредственно перейти к сглаженному функционалу NDCG, нам нужно научиться каким-то образом оценивать вероятность того, что конкретный документ окажется на какой-то фиксированной позиции R. То есть если мы это сможем сделать, то есть для каждого документа оценивать такую вероятность, значит, мы в итоге как бы сможем получить сглаженную версию нашего NDCG. Значит, как это предлагается делать? Значит, логика следующая. Вот представьте себе, у нас есть какой-то, условно говоря, житый документ. Вот он один. На какую позицию мы его поставим? На первую. Очевидно. Отлично. Соответственно, дальше, как бы, логика следующая. У нас, соответственно, к житому документу приходит следующий документ. С какой вероятностью, соответственно, этот новый документ, он окажется, точнее он как, он может оказаться либо на первой позиции, либо на второй позиции. С какой вероятностью он может оказаться на первой позиции? Ну, типа того, да. Ну и, соответственно, аналогично, с какой вероятностью он может оказаться на второй позиции. Ну, логично, да. Соответственно, дальше вот таким вот образом мы рекурсивно можем для каждого нового документа посчитать вот такую вот нашу вероятность. То есть это вероятность того, что этот конкретный документ окажется на такой-то позиции. То есть вот таким вот образом мы рекурсивно можем эту штуку посчитать. Напомню, у нас вот эти π и житая, они вот берутся вот отсюда, то есть из вот этой формулы. Круто. Теперь что мы с этим всем делаем? Нафига нам надо было так геморроиться? Значит, у нас есть оригинальные 10G. Я думаю, все помнят, значит, что есть что в этой формуле. То есть это максимальный нормировочный коэффициент, то есть это ранжирование согласно статистическим оценкам. Вот эта штука, это, соответственно, у нас кто? Да, да, да. А это кто такой? Да, 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 да. Все, все правильно, да. Теперь мы заменяем вот эту вот штуку, соответственно, на ожидание вот этой вот. То есть на ожидаемую как бы позицию, на ожидаемый дисконт, который мы должны дать этому документу. То есть ассессорская оценка у нас по-прежнему остается такая же, она как бы никуда не девается. А вот позиция, на которой окажется этот документ, то есть фиксированная позиция, заменяется на ожидание позиции. Поняли, да, финт? И дальше, соответственно, вот это ожидание позиции мы можем расписать непосредственно. То есть для каждого, для каждой соответствующей позиции мы знаем вероятность, ту вероятность, которой этот документ на этой позиции окажется. Ну как бы все, занавес. Мы получили вот такое выражение. Вот. И теперь мы его как бы можем непосредственно при помощи градиентных методов оптимизировать. Для того, чтобы это сделать, нам нужно, соответственно, взять производную от этой штуки по параметрам. Ну то есть вот в этом алгоритме, в софтранке, предполагается там использовать в общем случае нейросеть для оптимизации этого всего дела. Но мы как бы с вами люди опытные, мы с вами понимаем, что там не обязательно может стоять нейросеть, там может стоять что-то вполне себе деревянное. Самое главное, чтобы у нас был градиент, в котором нам нужно топать. Градиент есть, значит, все хорошо. Градиента нету, значит, надо сделать так, чтобы он был. Вот. Основная логика такая. Да, ну и соответственно, что тут делается? Тут как раз в явном виде мы можем, взяв производную по параметрам алгоритма для наших вероятностей, мы можем получить как бы непосредственно явную формулу того, насколько нам нужно на каждом шаге, условно говоря, изменить нашу формулу ранжирования для того, чтобы максимизировать тот самый наш замечательный софт N10G, который, соответственно, в этой статье вводится. На интуитивном уровне понятна как бы логика данного алгоритма? Ну, основная логика. Ну, отлично. То есть я как бы еще раз хочу заострить ваше внимание, что мы сейчас не пытаемся как бы на детальном, там, глубоком уровне разобраться во всех тонкостях. То есть здесь как бы вам нужно понимать именно саму как бы сам ход рассуждений, саму логику. Ну, потому что вот эти вот алгоритмы, практика показывает, что это за одну лекцию как бы людьми не понимается. То есть поэтому надо уловить как бы ключевую идею и понимать, что так можно делать. Что если, соответственно, вы в реальной жизни встречаетесь с какой-то функцией, которая есть в общем случае как бы плохая, ну, как бы с точки зрения математики, то есть там производную нельзя посчитать, то есть и вы начинаете страдать, потому что вы градиентными методами это пооптимизировать не можете, значит, вы как бы эффективно это пооптимизировать не можете. Вот. То один как бы из вариантов, один из подходов к сведению, условно говоря, этой задачи, крайне рассмотренной и той, которую вы умеете решать, это вот этот. Окей, идем дальше. Сейчас будет просто. Вот. Смотрите. Значит, адабуст. Все помнят адабуст? Вот давайте теперь адабуст применим к задаче ранжирования. Как нам это сделать? Соответственно, нам по аналогии с любой адой надо сделать что? Нам надо сделать бустинг, нам надо, соответственно, что-то заменить на экспоненциальную аппроксимацию. Вот. Ну и в качестве как бы третьего, третьего пункта, на который стоит обратить внимание, это то, что предлагается в качестве базовых ранкеров, то есть в качестве базовых моделей использовать какие-то конкретные фичи, значение какого-то конкретного признака. Вот. Ну и, соответственно, все. То есть здесь как бы не деревья, там, не чего-то еще, здесь использование какого-то одного признака предлагается использовать. То есть фактически мы как бы бустим такую линейную модель. На каждом шаге добавляем просто очередную нашу фичу с каким-то весом, формулу. Вот. Единственное остается вопрос. Значит, нам надо, соответственно, куда-то вкрутить экспоненциальную функцию потерь. Потому что ада что-то, оно как бы не работает без экспоненциальной функции потерь. Иначе бы оно называлось не ада что-то, там, бустинг, там, на фиг пойми че. Куда вкручиваем экспоненциальную функцию потерь? Первое, что приходит в голову, это нужно сказать, что экспоненциальный лод будет параганта интисиджей. Ох, ничего себе. А он будет? Не знаю. Может быть, какой-то хитрый способ придумать. На самом деле, хитрого там ничего нету. То есть все достаточно примитивно и просто. Давайте посмотрим. А, да, тут некоторая нотация, но без нее обойдемся. Там вот так все понятно. Соответственно, вот тут вот в качестве E выступает на самом деле ничто иное, как любая плохая целевая функция, будь то, например, map, будь то ndcg, будь то ERR и так далее. То есть это любая функция, которая в общем случае задается на аранжированном списке и которую вы хотите помаксить. Вот. Дальше, соответственно, говорится следующая фраза, что если у нас функция вот эта, она имеет максимум единицы, ну вот, например, ndcg, она имеет максимум единицы, то максимизация вот этой штуки она эквивалентна минимизации вот этой штуки. Ну, то есть единица минус вот эта колбаса. Теперь, соответственно, как раз вступает наша ада что-то и мы делаем наш любимый финт одним местом. То есть мы заменяем вот эту вот функцию которая у нас стоит на экспоненциальную аппроксимацию. Вот. И теперь, соответственно, решаем задачу вот такой вот минимизации. Причем бустим именно фичи и на каждом этапе фактически ищем ту фичу, которая у нас, условно говоря, на данном этапе минимизирует количество чего-то. Сейчас мы поговорим про то, что мы там минимизируем. Вот. И дальше, соответственно, вычисляет коэффициент, с которым нужно, собственно, фичу в данную композицию добавить. Ну, и, собственно, все. На выходе мы как бы имеем ранжирующую функцию, которая просто является линейной комбинацией наших фичей. Круто. Теперь более детально. Значит, чего такое вот непосредственно Адаранг? Что там делается? Как вы помните, в Адбусте у нас были веса. Веса мы там задавали чему? Примером. Круто. Когда мы говорили с вами про рангбуст на прошлой лекции, у нас там... Все помнят, что у нас там был рангбуст? Или так? Помню, что он был, но там веса задавали. Ну, это более-менее очевидно. Да, точно. Отлично, да. Все правильно. Там у нас были пары. То есть веса задавались на пары, на двух парах документов по запросу. Теперь у нас, соответственно, Адаранг. Как бы. Чему веса приписывать будем? Не, ну, можно, наконец-то, попытаться понять со слайда, но там не написано, чему приписывается. Если не пары, то документы? Нет. Что-то, что? Нет, смотрите, тут веса, обозначенные через П. Это не значит, что невероятность, и это по-прежнему веса. Павел, ну, вы читер. Вы знали ответ просто потому, что вы уже слушали эту лекцию. Что, вы ее два раза слушали? Нет, я два раза сдать. А, окей. Два раза пытались сдать, окей. Я понял. Да, ну, соответственно, Павел прав. Как бы особо с ним не поспоришь. Поскольку подход-то списочный, со списками работы. И веса задается как бы для списоков, то есть для выдачи непосредственно, которая есть. Вот. Соответственно, что мы делаем? Мы делаем, определяем тот, ту фичу, которая позволяет нам аранжировать как можно больше, условно говоря, запросов правильно. Вот. Дальше, условно говоря, считаем вес, с которым мы должны эту фичу добавить нашу модель. И, собственно, производим наш замечательный момент с перенормировкой весов. То есть опять делаем так, чтобы у нас, условно говоря, сумма всех весов равнялась единице. Все. То есть весь алгоритм Адаранг. Как бы никакого космоса, никакой жести. Все понятно, все просто. Третий. Третий вариант того, как можно посмотреть на списочный подход для задачи аранжирования. Лист.нет. То есть на самом деле, насколько я знаю, как бы вот большинство презентаций, вообще большинство курсов по информационному поиску, в которых рассматриваются алгоритмы машинного обучения и аранжирования, и в частности, вот эти вот подходы PointWise, SpareWise, ListWise. Когда говорится про ListWise, если вообще говорится, то говорится именно про ListNet. Потому что, как бы, он является таким, возможно, одним из наиболее классических, одним из наиболее ярких представителей вообще алгоритмов, которые предназначены для именно вот ListWise подхода к обучению, к машинному обучению аранжирования. Значит, в чем идея, как бы, ListNet состоит? Идея состоит в следующем. Давайте мы вместо того, чтобы просто так брать и максимизировать NDCG, мы будем на самом деле делать следующую штуку. Мы будем минимизировать некоторое расстояние между правильным ранжированием, то есть между тем ранжированием, тем порядком, который нам задают асессоры, и, собственно, тем ранжированием, которое порождает наша ранжирующая функция. Вот. А при этом, соответственно, мы будем предполагать, что, собственно, метки релевантности или значения ранжирующей функции на документах, они порождают некоторое вероятностное распределение на множество перестановок. Тут, как бы, нужно остановиться, выдохнуть, да, и, соответственно, осознать происходящее. Значит, у нас, да, Сергей, буквально воспринял, что нужно сделать. Как бы страшного ничего нету. Вот есть множество перестановок документов по запросу. Ну, то есть, вот, есть набор документов, их там, типа, дай штук. Мы берем, соответственно, множество перестановок этих документов. Сколько их будет? Сергей? Нет, нет, Сергей пусть ответит. Я хочу, чтобы он был с нами. Перестановки факториала? Отлично, да. Их будет, как бы, д факториал штук. В общем случае, это, как бы, немало в случае, если у вас д, как бы, больше пяти. Вот. Поэтому там будут, как бы, определенные проблемы. То есть, когда вы знаете про факториалы, нужно понимать, что у них все растет очень быстро. Вот. И что мы фактически будем пытаться делать? Вот, когда мы это вероятностное распределение получили, мы фактически будем теперь распределение, как бы, эталонное, которое порождает нам асессорские оценки, и распределение, которое порождает наша ранжирующая функция, вот мы будем эти два распределения пытаться, как бы, к друг другу приблизить. Причем, ну, то есть, меры на распределениях, на вероятностах вы знаете. Я правильно понимаю? Да. Как померить расстояние между двумя вероятностными распределениями? Ну, самое тупое, по телеагенции Кульпу Глялья. Ну, очень понятно, как вот эти перестановки будут порождать распределение. Сейчас давайте на это посмотрим. Это же, на самом деле, очень просто и тривиально. Как бы, никакой, никакой жести, никакого космоса тут нет. Все же, все из вас знают софтмакс. Да. Отлично. Ну, вот, соответственно, давайте к перестановкам прикрутим софтмакс. Для того, чтобы нам определить вероятность перестановки, нам, соответственно, нужно сделать следующее. Вот, когда у нас опять вот есть логика с выбором документов. Смотрите. Вот у нас, допустим, есть, ну, не знаю, вот три документа, как тут изображено. Соответственно, какова вероятность выбрать документ А из множества документов А, Б, С? Да. Это если у нас как бы не задача ранжирования. А если у нас задача ранжирования? Ну, то есть вот у нас есть какая-то скоринг-функция, которая, условно говоря, про наш документ А там говорит, что он должен, наверное, быть там больше или меньше, чем другие документы. Вот. Используя вот эту скоринг-функцию, ну, вот, она здесь обозначена через F, вот, мы хотим, условно говоря, ввести на этом всем вероятность на распределение. То есть если, соответственно, мы выбираем первым документом документ А, да, согласно тому, что там этот документ имеет наибольший ранг, то выбор этого документа, он будет определяться по такой формуле. То есть это, соответственно, отношение некоторой функции фи от скора, которая возвращает нам f от а, ну и, соответственно, к сумме всех таких фи по скорам всех документов. То есть в качестве вот этого фи можно взять что? Что мы в софтмаксе брали? Экспоненту. Соответственно, вот вероятность выбора первого документа в такой перестановке, она, соответственно, определяется как, ну, фактически, типа, софтмакс-функция, то есть мы в числителе у нас экспонента от скора того, который мы прессовывали документу А, в знаменателе у нас сумма по всем. Где? А, да, да, конечно, вы абсолютно правы. Это, кстати, украденный слайд из какой-то презентации Microsoft. Да, можно спустя там сколько? Спустя 9 лет написать им письмо, сказать, что ребята, исправляйте. Так, соответственно, теперь, когда мы на первую позицию вот документ А поставили, соответственно, какова вероятность теперь из двух оставшихся выбрать документ B? Ну, как бы, логика вся та же самая. У нас осталось типа два, ну, как бы, вероятность выбора этой штуки определяется как экспонента типа в степени скор документа B, деленная на сумму двух экспонент от скоров B и C. Ну, и последний документ, то есть C, там вероятность уже единица, потому что ничего не осталось. Вот таким образом предлагается, как бы, в листнете вводить вероятность на перестановках. Окей? Окей. Теперь, что делать предлагается? Вот теперь, когда у нас на перестановках есть вероятность на распределение, и, как нам Роман правильно сказал, что когда мы хотим между двумя вероятностными распределениями минимизировать какое-то расстояние, самое как бы, первое, что приходит в голову, это кульбок и ляйбер. Да. Соответственно, вот вся модель листнета, она предполагает следующее. Значит, вы ввели вот это вероятностное распределение на перестановках. Кстати, модель, по которой это произошло, вот, логика по тому, как мы формировали вероятности для перестановок, это называется модель, вот, вот, ну, в простонародье это плачущая Люсия, но, в общем, прочитать вы, наверное, можете, что это значит. Но, да, то есть вот эта логика, по которой мы присваивали каждой перестановке вероятности, это вот эта самая модель. Теперь, когда мы на каждой перестановке можем оценивать ее вероятность, соответственно, теперь у нас возникает вопрос, как записать лоз. Значит, лоз мы записываем в следующем виде. То есть у нас есть, да, в качестве вот той функции EFI мы выбираем экспонент, да, вот, собственно, как мы обсуждали. И здесь теперь перед нами есть фактически что? У нас есть KL-дивергенция между распределением, которое порождается нашими ассессорскими оценками, вот эта вот штука, где релевантности записаны, и распределением, которое порождается, собственно, нашей функции ранжирования. Вот. То есть вот так вот выглядит задача с формальной точки зрения. То есть нам нужно пооптимизировать вот такую вот штуку. То есть понятное дело, что это уже KL-дивергенция, мы ее можем там для нейросетевой модели обучать там градиентным спускам, бэк-проп, там все хорошо. Единственная как бы проблема заключается в следующем. Когда мы это будем делать, какая у нас есть, какой у нас есть косяк? Какой тут подводный камень? Вот. Давайте обратим ваше, ну точнее наше внимание вот на вот это слагаемое. Вот это на самом деле сумма по всем перестановкам. Вот в этом месте. Ну да, не просто большой, она будет неприлично большой. Соответственно, как это можно пофиксить? Ну какие-то по-естановски можно не брать, наверное. Ну да, какие? Те, которые отличаются друг от друга инверсиями малозначенных документов, у нас же идет вот этот вот логарифм, ну дисконт на следующую позицию, в ECG, такой, что после первых десяти там уже почти ничего не значит. И соответственно, если мы, скажем, возьмем 10 катериалов, ну это уже, наверное, не так, могут быть 20 катериалов. Это да, это логично. Смотрите, ну Роман на самом деле во многом прав. Единственное, как бы, отличие того, что происходит в реальности от того, что сказал Роман, отличается в том, что обычно люди заранее выбирают, NDCG какого порядка они хотят оптимизировать. Ну то есть хотим мы оптимизировать NDCG 5, оптимизируем NDCG 5. Хотим мы оптимизировать NDCG 10, оптимизируем NDCG 10. То есть в конечном итоге мы сами можем задать те топ самые К документов, которые для нас важны. То есть 5, 10, там 15, может быть вообще нужно выбирать только один, и он нам важен. Вот. То есть это в общем случае является параметром, который мы хотим делать. Но тем не менее, то есть все абсолютно правильно, мы сказали, что сумма по всем перестановкам – это полный жир, и нам так делать не надо. Поэтому предлагается выделить вот такую подгруппу, которая… То есть это подгруппа тех перестановок, которые на самом деле у себя сверху содержат топ как как бы релевантных документов. Ну то есть наиболее релевантных документов. Вот. И будем, соответственно, непосредственно работать с ними. То есть будем вот эти вот суммы все брать не по… не по всем перестановкам, а по вот такому количеству перестановок. То есть перестановок, в которых у нас, соответственно, содержится ну как бы К документов с наилучшими рамками, их, соответственно, вот столько. То есть в итоге как бы мы снизили сложность, но тем не менее на самом деле нужно понимать, что даже это число, оно в общем случае не является каким-то очень маленьким. То есть это достаточно трудоемко с вычислительной точки зрения. Что это дает? Вот, соответственно, авторы Лиснета говорят, что то, что мы… в общем, в чем смысл? Смысл в том, что здесь сравнивается результат, который дает PRS-подход, когда мы пытаемся оптимизировать NDCG и, соответственно, что нам дает Лисдвайс-подход в терминах Лиснета, когда мы пытаемся оптимизировать NDCG. То есть видно на самом деле, что в общем случае, в зависимости от количества итераций, которые мы делаем нашим там типа алгоритмом машинного обучения, то как вот падает по парный лосс, да, то есть количество неверно ранжированных пар на самом деле, ну и вот это вот все, оно на самом деле достаточно слабо коррелирует с NDCG. Ну, здесь, правда, на графике показано единица минус NDCG, вот, но не суть. То есть мы видим на самом деле, что оптимизация попарного лосса, она как бы не приводит нас к цели, она приводит нас к какому-то, там, условно говоря, альтернативному решению, которое в общем случае не соответствует как бы нашим ожиданиям, не соответствует тому, что мы как бы хотим добиться, вот, а то, что касается как бы листвайса и листнета, то здесь видно, что то, что как бы получается, оно существенно лучше коррелирует с оптимизацией непосредственно единица минус NDCG. Получается, байвайс вообще не работает, потому что должна падать тоже единица минус NDCG? Ну, смотрите, как, как не работает, вот, я вам про Ети Ранг рассказал, рассказал про то, что это как бы попарный подход, то, что он там типа выигрывал Яху Лернинг Туранг Челлендж, там, вторую дорожку. Ну, то есть это на самом деле открытый вопрос на тему того, что работает он или нет, потому что в соревнованиях участвовали ребята, которые и леснет запускали. И, соответственно, ну, как бы, как бы, да. Ну, давайте мы сейчас отдельно обсудим вообще, какой, какой подход из вот трех рассмотренных, да, point-wise, первая и лист-вайс, какой из них работает лучше и почему. Вот у нас есть даже отдельный слайд на эту телу, холиуарный. Типа надо нарисовать тут еще дополнительно ведро, вентиляторы. Результат. Ваше мнение, что работает лучше? Паника в глазах. А лучше с какой точки зрения, по скорости или по качеству? Ну, смотрите, как бы, хороший вопрос на самом деле. Давайте со всех аспектов рассмотрим. Что касается скорости, кто работает быстрее? Point-wise. Point-wise. Все понимают, почему? Обсуждать не надо. Окей. А кто дальше? Лист-вайс, наверное. Ну, смотри, какой выберешь. Какой выберешь? Первая, если квадратичная сложность, в лист-вайсе, в актериал спрятан. Если ее можно, как бы, усудить, а в первой, так, я по-нему, сделать нельзя. Да ладно. По-моему, тот же самый подход можно попробовать использовать. Если мы обрежем нижние вот эти документы, то будем брать квадратичную сложность первых. Ну, на самом... Не, на самом деле, вот, Роман, вы тут не правы. Потому что обрезать, как бы, ничего нельзя, на самом деле. И в лист-вайсе мы тоже не обрезаем. Мы просто рассматриваем множество перестановок, как бы, сокращенное. Но это не значит, что мы выбрасываем какие-то документы. Потому что, если мы выбрасываем какие-то документы, мы начинаем учиться на топе. А учиться на топе мы знаем, как бы, не гуд вообще ни разу. Помните, там, типа, ФК «Спартак» смотрели? Да. Вот. Сигналист-вайсе, получается, у меня на топе очень всяк. Где-то можно... Нет, мы... Смотрите, еще раз. Мы, когда производим оптимизацию, мы рассматриваем только то множество перестановок, где в топе у нас находятся то наилучшие с точки зрения ассессорских оценок документы. Но это не значит, что мы не смотрим, условно говоря, то есть у нас не участвуют в обучении, те документы, которые, соответственно, имеют более низкие оценки. Это просто перестановка, которую мы рассматриваем, она такая. У нас в топике документы, например, да? У тебя ты можешь рассматривать 10. Смотри, у тебя... Например, перестановка с 10 документов, ты рассматриваешь 5 перестановок, которые дают тебе наиболее шире. У тебя перестановка состоит не только с топовым документом, но еще есть... Конечно, да. То есть у тебя никуда не девается вот тот вот длинный хвост документов, который как бы не топ-ка. То есть ты их никуда не выбрасываешь. Просто не понимаю, если мы берем 5, то 5 факториалов получается у нас, а еще это 5? Нет, 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 нет. Еще раз. Там не 5 факториалов получается. Вот у нас есть N факториал перестановок. Так? Вот, соответственно, мы теперь из этих перестановок выберем некоторое количество перестановок. Ну, скажем, мы возьмем все перестановки, в которых у нас по асессорским оценкам в топ-капа падают там наилучшие документы. Вот по той логике, которую мы рассматривали там типа с выбором. Ну, как определили вероятность. Ну, то есть перестановка же, это понятно, что такое, да? Ну, да-да-да, все так. Вот возьмем просто только те перестановки, то множество перестановок, где у нас в топе находятся лучшие документы по асессорским оценкам. Вот другие перестановки мы не возьмем. Но при этом каждая перестановка, она продолжает быть вот полным набором документов. Это нужно понимать, что мы документы никуда не выбрасываем. Мы просто последовательность рассматриваем определенную. Последовательность документов рассматриваем определенную. Вот. И то, что вот говорит Роман, если мы, например, возьмем и из ПР Вайса, например, возьмем и выкинем какие-то документы там типа снизу, то есть таким образом, как бы, редуцируя количество пар для нашей задачи, то мы, как бы, будем обучаться на топе, и это будет деградировать наше качество. Ладно. Отвлеклись от темы. Нам надо определить, какой подход лучше. Вот с точки зрения, как бы, скорости, мы поняли. PointWise, да, ну, как бы, это вот... Обучиться быстрее, чем у PointWise не получится. Окей. Что насчет качества? Есть ПРОИС. Вот это поворот. А почему? Судя по графикам. Судя по графикам, которые привели авторы алгоритма Листнет, вы готовы сделать вывод о том, что этот алгоритм самый лучший? Мне кажется, что вы... Это... Лишь, куда я не вижу. Да, что вы... Если так цепляться... Мечта пропагандиста, скажем так. Если так цепляться за NDCG, то да, нужно, скажем так, СИГ-2, действительно, лучше всего его аппроксимируют. Но если нам нужно добиться не конкретно вот этого, а просто, чтобы был хороший поиск, то он может и ПРОИС какой-то. Давайте поговорим с точки зрения обучающих данных. Вот смотрите. Сколько у нас тупо точек для обучения есть, когда мы работаем с PointWise подходом? N, ну то есть это размер нашего датасета обучающих. Круто. Сколько у нас точек для обучения, когда мы работаем с ПРОИС подходом? N квадрат. Что лучше работает, ПРОИС или PointWise? Ну, обычно, чем лучше датасет, тем лучше у нас алгоритм обучается. Так. Чем больше датасет, тем лучше алгоритм обучается. Ну, значит, следует логике, значит, ПРОИС работает лучше, чем PointWise. Ну, если следует этой тривиальной логике, то так. Ну, окей. Считается, что логика тривиальна. Мне кажется, что тут никто. Ну, ладно. А, ЛИС ТВАЙС? Сколько там точек для обучения? Н степени К. Чего? Кто сказал? N. Что такое НДО? Что такое К? Не-не-не-не. Смотрите, еще раз. Что у нас является, словно говоря, прецедентом обучения в ЛИС ТВАЙС подходе? Вот мы уже про него сегодня говорили, и когда мы говорили про АДА РАНГ, мы вроде как определили, для чего мы там проставляем веса. Вот то, для чего проставляем мы там веса, это является прецедентом обучения. Запросы? Ну, то есть, это на самом деле полный серп. То есть, это непосредственно выдача, ну, то есть, набор документов, список документов по запросу. И вот теперь смотрите, как бы, когда мы говорим про качество алгоритмов, и когда мы говорим про качество моделей машинного обучения, мы в общем случае понимаем, что, наверное, большие обучающие выборки, они нам в целом приносят большее качество, чем обучающие выборки с меньшего размера, ну, скажем так, в среднем. То есть, мы знаем, что это бывает не всегда, мы знаем, что как бы не каждая обучающая выборка, она в общем случае, особенно большая обучающая выборка, она как бы будет давать какой-то профит, какой-то дополнительный профит относительно обучающей выборки меньшего объема. Ну, то есть, тривиальный пример можно привести, если, например, тупо там взять и много раз продублировать там какой-то один и тот же пример. Понятное дело, что обучающая выборка у вас распухнет, но при этом профита вы никакого от этого не получите. Сейчас что-то вы, Роман, вообще не этот. Ну, где-то я слышал о таком подходе, что у вас, например, обучающие выборки 90 примеров первых классов, 10 примеров вторых. Да. Сбалансировать объемы этих классов, то есть эти 10 классов... Зачем нам их балансировать? Ну, возможно, что... Вы же как бы человек опытный, вы, соответственно, уже на третьем семестре датамайнинга. Мы же про Актив Лернинг учили. Нет, 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 тут даже... Нет, это совсем не про Актив Лернинг. Что значит, что вы увеличиваете количество примеров какого-то класса? Вы меняете априорную вероятность. Вот, вы меняете априорную вероятность. Как бы, если у вас реальное распределение такое, что действительно у вас примеров одного класса там больше, например, в разы там или на порядке, чем примеров другого класса, и вы потом, типа, такой весь прикольный из себя начинаете вот эти самые редкие примеры там докидывать и, соответственно, балансировать обучающую выборку, знаете, что вы, как бы, выкатив это потом куда-нибудь в продакшн, увидите там такие артефакты, что вы очень пожалеете потраченным времени и потраченных ресурсов. Сон-то и дело, что если заранее известно, известно, что продакшн классы будут сбалансированы, там, один как на новую, а выборку нам дали вот такую. Так это никогда не известно. Ну, нет, смотрите, на самом деле как? Просто изначально, когда берут выборку с продакшна, берут ее так, чтобы она отражала распределение продакшна. Ну, конечно, да. То есть, если вы получили с продакшна кривую выборку, значит, сам все злобные буратино. Не надо такую выборку получать. Ну, мне ее кажется, да. Ну, вот да. Это как бы проблема, знаете, это типа одна из, наверное, таких животрепещущих проблем, там, современных data scientist. Вот типа есть люди, которые data scientist. Вот типа, которые, знаете, белые воротнички, типа я могу, значит, брать датасет, запускать на нем модель, смотреть скорой и с умным видом что-то говорить про эту модель. Да. А есть, значит, люди, которые, соответственно, мне эти данные, значит, с продакшна какими-то там невероятными усилиями должны там доставить. И вот я как бы ничего не могу сделать, я вот могу только взять те данные, которые они мне дали. Не, ну если в таком подходе рассматривать, ну, как бы подходить к задаче, то, конечно, да. Тогда как бы все плохо. То есть нужно понимать, что в такой связке, скорее всего, ничего не получится. Вот. То есть предполагается, что, конечно, вы в состоянии и выборку с продакшна сами получить. И, условно говоря, отобрать там какие-то примеры потом для обучения. Соответственно, обучить модель. Если вы обучались на смещенной выборке, вы должны понимать, что вам в общем случае надо те оценки, которые ваша модель напредсказывала, каким-то образом скорректировать. Вот, кстати, когда будем говорить на датамайнинге про рекламу, там, соответственно, дам вам задачку про то, как это, типа, надо делать. Как скорректировать предсказания, если вы обучались на смещенной выборке. Так, ладно. Мы отвлеклись снова от темы. У нас все еще ранжирование. В смысле? А какая разница? Не-не-не. Вот мы сейчас говорим про качество. То есть, словно говоря, тут же как? Нужно понимать, что если вы говорите в терминах листнета, то есть, в терминах вот этой модели, и вы хотите вот в этом месте, там, не знаю, например, перестановки посчитать, то это как бы не будет правильно. У вас прецедентом обучения является запрос. У вас не является количество перестановок. В этом фишка. То есть, вы не точно пытаетесь посчитать. То есть, не от выбора К, там все зависит. Качество не зависит от выбора К. Качество зависит, на самом деле, от количества запросов, которые у вас есть в датасете. Ну и вот смотрите, когда у нас, соответственно, давайте так, в Pair Vice информация пропорциональное количество упар, в Point Vice информация по точечной, в List Vice информация по запросной. То есть, тот объем информации, который нам порождает наш датасет, с учетом того, как мы на него смотрим. То есть, мы смотрим его как на точки отдельно, как на пары документов по запросу, или как на запросы целиком. В зависимости от этого мы получаем, в общем случае, как бы датасеты разного размера. И ту информацию, которую мы можем из этих данных извлечь, она, в общем случае, как бы совсем не эквивалентна. То есть, поскольку Pair Vice, он пропорционален количеству, пар, которые у нас есть, вот, то, соответственно, самый большой датасет, чаще всего у вас получается именно в Pair Vice. Ну, по факту. То есть, это может быть не так, конечно, там, в определенных каких-то кейсах. Ну, например, если у вас датасет такой, что по каждому запросу у вас есть один документ, то тогда, соответственно, у вас такой датасет, да. Очевидно, что никакой Pair Vice там работать не будет. То есть, вот в этом месте, как бы, нужно понимать, как бы, границы применимости. То, каким образом вы должны формировать свою обучающую выборку в зависимости от того, какой вы, как бы, подход к ранжированию применяете. То есть, на практике, на самом деле, на практике, и в большинстве конкурсов, которые там по ранжированию были, самые, как бы, ну, топовые результаты показывают обычно Pair Vice подход. Но нужно понимать, как бы, почему так происходит. Происходит так, потому что там просто дофига пар, которые есть. Ну, например, вот в Яховском конкурсе по ранжированию, который в 2011 году был, там количество оценок по одному запросу в обучающей выборке там было где-то порядка, там, по-моему, 50 или 70. То есть, понимаете, да? То есть, на каждый запрос у вас, на самом деле, типа, сколько там получается точек? Ну, условно говоря, там, 70 в квадрате пополам точек. То есть, это, как бы, дофига на каждый запрос. Ну, это в онлайне ты не посчитаешь, получается? Надо как-то же, у нас все запросы. То есть, ну, то есть, поисковик же не может себе запросы остановить, вот этот вопрос. Как считать все эти запросы? Сейчас, а зачем нам считать все эти запросы? Нам можно считать только один. Как один? Ну, вот он поступил, вот мы к нему аранжировали. Нет, ну, как он запрос поступил, мы должны с ним из квадрата посчитать. Нет, 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 нет. Смотрите, еще раз. Когда у нас функция работает предсказание в продакшене, она работает с одним документом конкретно. То есть, инференс у нас идет по одному документу каждому. Когда мы подбираем эту функцию, вот когда мы оптимизируем что-то, вот здесь вот, конечно, мы перебираем, как бы, большое количество вариантов и там рассматриваем пары, запросы, там, вот это все. Но все, что касается инференса и все, что касается работы в продакшене... Это все фит, конечно. Предикт для всех одинаковый. То есть, все, как бы, одна точка засовывается, ну, то есть, наборок софт засовывается, соответственно, один предикт получается. Это просто фит. Да. То есть, никакие... С точки зрения, как бы, работы в продакшене, там, как бы, ну, можно, конечно, сказать, что там никакой магии нет, а на самом деле, там сплошная магия и есть. Самое интересное, на самом деле, там. Вот, но... Ладно, мы-то как раз сейчас про фит и про то, что какие подходы дает, как бы, наибольшее качество. Смотрите, я к чему веду. Смотрите, я к чему веду. Вот, вы немножко делаете неправильные выводы опять. Логика заключается в том, что у вас будет тот подход лучше работать, какой информации в датасете у вас больше. Если у вас больше пар, то есть, у вас по каждому запросу есть много-много оцененных документов, у вас, скорее всего, будет работать лучше Pairwise подход. Если у вас, соответственно, разницы там плюс-минус между... то есть, по каждому запросу у вас небольшое количество документов оценено, вот, то там вполне может зарулить Pointwise подход. А если у вас вообще такая штука, что у вас там по каждому запросу, например, по три результата всего, то может зарулить и Listwise, понимаете? То есть, все зависит от того, чего у вас, как бы, много в датасете. Если много запросов, вполне может зарулить Listwise. Если запросов мало, но там много оценок, скорее всего, Pointwise, о, Pairwise. Если, соответственно, у вас там приблизительно, там, десяток, может быть, там, чуть-чуть больше документов, то вполне может работать Pointwise. То есть, все зависит... Листwise. У него прецедентом обучения является запрос. Да. Конечно. Чем больше запросов, тем Listwise лучше. А чем меньше там значение, тем еще быстрее. Тем документ меньше. Ну, это мы можем выбрать, да. Если по каждому запросу там три документа, может быть, вообще будет поиск, что зайдет? Всего три? Ну, да. Ну, смотрите. То есть, нужно понимать, что для практики, конечно, там трех нету. То есть, там, скорее всего, много для практики есть. И там из-за этого по факту Pairwise, он работает зачастую лучше всего. Вот. Но с Pairwise, как мы понимаем, то есть, у него есть как бы вычислительный недостаток. Достаточно значительный. То есть, поскольку мы там все пары вынуждены рассматривать. Вот. Поэтому Pointwise, на самом деле, при большом количестве пар, при большом количестве документов по запросу тоже работает неплохо. Вот. Как бы, на практике, на самом деле, Listwise, то есть, вот для каких-то конкурсных заданий, которые, там, вот, ну, например, в том же Yahoo конкурсе выдавалось, там, соответственно, Listwise работает хуже всего. То есть, он там, типа, сливает. Ну, там это... А? Затосмала. То есть, с теоретической точки зрения, очевидно, что Listwise должен работать лучше всего. Потому что он оптимизирует непосредственно то, что, как бы, мы хотим. То есть, ту целевую метрику, которую мы, как бы, и пытаемся заоптимизировать. Но по факту, по факту, когда мы работаем с реальными данными, а Yahoo там выгрузил, там, условно говоря, свой датасет, который у них там для этого, для поисковых целей используется, у них, соответственно, датасет такой, что там зарулили, вот, как раз, Pairwise и Pointwise подходы. То есть, топ результатов — это как раз Pairwise и Pointwise. Градиентный бустинг, как бы, то, ну, либо на одном, либо на другом. Вот. А в общем случае, то есть, заранее, как бы, сказать нельзя. То есть, все зависит, на самом деле, от датасета. Вот. И чтобы вы понимали, на самом деле, то есть, в, как бы, современных поисках, вот эти вот все методы, они, на самом деле, применяются. То есть, у вас за счет того, что ранжирование разбито, как бы на разные этапы, вы, соответственно, в зависимости от того, на каком этапе вы находитесь и какое у вас там, типа, распределение документов присутствует, может вполне себе, как бы, работать каждый из этих подходов. Ну, точнее, и применяется, на самом деле, каждый из этих подходов. То есть, вы, например, для каких-то этапов фильтрации, там, для этапов отбора кандидатов можете применять Point-wise подход. То есть, вы хотите, блин, просто отделять, как бы, документы, которые будут иметь, типа, хорошие оценки, от документов, которые будут иметь плохие оценки. То есть, это... у вас может быть такое желание. Например, когда мы говорим про формирование уже итогового серпа, то есть, что показать пользователю? Особенно, если мы это хотим, там, сделать не только непосредственно, там, из вебовских результатов, то есть, из результатов веб-поиска. Ну, например, хотим туда добавить еще картинки, там, хотим добавить еще видео. Мы можем, вот, в этом месте, как раз оптимизировать какую-то list-wise-метрику и пытаться, как бы, собрать, вот, наш финальный серп целиком, оптимизируя уже непосредственно, как бы, аранжированный список, а не исключительно, там, какие-то, ну, попарные, там, или поточечные метрики. Понятно, да? То есть, на самом деле, как бы, на разных этапах аранжирования используют, как бы, разные подходы. И это все в совокупности работает лучше. На самом деле, в PointVise мы даже не берем запрос отдельно. У нас есть просто задача регрессии для, собственно, нашей функции ранжирования, чтобы она предсказывала непосредственно асессорскую оценку. То есть... Мы рассмотрим в рамках, опять же, запроса? Нет. То есть, фишка, как бы, PointVise подхода, что оно, как бы, не рассматривается в рамках запроса. Ну, точнее, как, его можно рассмотреть в рамках запроса, но там, за счет того, что у вас нету никакой разницы между тем, что вы рассматриваете это в рамках запроса или не рассматриваете вы это в рамках запроса. То есть... В PointVise тоже нету разницы. Нет, в PointVise есть, потому что мы пары смотрим, пары документов только в рамках одного запроса. А с PointVise мы просто смотрим на точку, отдельно на точку в пространстве. Вот. И поэтому нам не важно, чтобы эта точка была привязана к запросу какому-то. А у нас нет разницы в запросах? Признаков каких-то? У точки есть, конечно. У точки есть запросные признаки. Но, условно говоря, когда мы оптимизируем... Признаки, да, есть отрицательные функционалы. Ну, типа того. То есть у нас просто в векторе фичей есть какие-то признаки, которые несут информацию про запрос. Вот. Но, условно говоря, в самом целевом функционале, который мы оптимизируем, у нас запрос никак не участвует. Честно. Окей? Да. Окей. В СПС информация по запросу. Да. Что это значит? Ну, это значит, что фактически у нас прецедентом обучения является запрос. То есть вот мы смотрели вот на тот же, например, алгоритм АДАРАНК, и что мы там делали? Мы хотели, соответственно, чтобы у нас наш базовый ранкер, он как можно больше запросов ранжировал правильно. то есть мы его выбирали по такому принципу. У нас прецедентом обучения, то есть точкой для обучения, которой мы оперируем, являлся непосредственно упорядоченный список по запросу. Перестановка в запросе. Да, да, да. Итоговая перестановка в запросе. Вот. И этим как бы вот эти все подходы отличаются. То есть на что мы смотрим на самом деле? Чего мы хотим добиться? Мы хотим именно по точке предсказывать что-то отдельно. То есть для нас это важно. Мы хотим как бы в терминах пар все это рассматривать, в терминах пар документов по запросу. Или мы хотим вот непосредственно прям порядок по запросу. То есть прям полный набор. Не пару какую-то конкретную там по этому запросу, а хотим, чтобы вот весь список был вот таким и все. Окей. Это на самом деле в основном то, что я хотел вам рассказать про списочный подход. И на этом мы по факту уже с вами заканчиваем основную часть лекции про, ну, скажем так, второй лекции про машинное обучение задачи ранжирования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова